Всем привет! Сегодня я хочу продемонстрировать вам свою идею макияжа на Новый год. 2020 год это год белой стальной крысы, и мне хотелось как-то максимально обыграть это в макияже. Именно поэтому у нас с вами такой стальной глиттер на глазах, и также хайлайтер я выбрала тоже максимально такой белый металлический. Я даже крысиный хвостик сегодня сделала, хотя на самом деле с моими волосами больше и рассчитывать не на что. И я предлагаю более не затягивать и сразу переходить к макияжу, потому что шагов здесь достаточно много, и обо всем вам хочется в деталях рассказать. Итак, я начала уже с подготовки лица, потому что макияж сегодня предполагается достаточно насыщенный. И первое, что я сделала, это нанесла увлажняющий и разглаживающий праймер от Анелина, все лицо. Этот праймер больше работает как уход, нежели как декоративная косметика, поэтому в идеале лучше его наносить в самом начале макияжа. Потом тоже быстро нанесла бальзам на губы, у меня это Green Pharmacy Lip Balm. И последнее, что я сделала, это подготовила веки к нанесению макияжа. Я использовала консилер от Clinique, Line Smoothing Concealer, и закрепила все это сверху матовыми тенями оттенка своей кожи. И теперь мы с вами готовы приступить к макияжу глаз. Я буду использовать сегодня разные тени, в основном, наверное, это будут рефилы от Colourpop, но я думаю, что, возможно, я еще какие-то буду тени использовать. Вы в любом случае используйте то, что есть у вас в похожей гамме, то есть не обязательно гоняться именно за этими же оттенками. И первый оттенок, который я буду использовать, это рефил от Colourpop под названием Belle Air. Чем мне нравится этот оттенок, это тем, что он очень нейтральный, он не рыжий, не теплый, и в то же время не слишком холодный. И идеально подходит для того, чтобы начать строить складку века, что я, собственно, и мы делаю. Обратите внимание, что я этот оттенок наношу и во внутренний уголок глаза, и во внешний уголок глаза, и потом соединяю вот такой вот дугой над складкой века, потому что у меня более нависшие веки, поэтому этот оттенок должно быть видно, практически до брови я его дотушую, ну и сведу в градиент, чтобы он уходил в кожу. Следом, с помощью той же кисти и по той же технике я буду наносить более глубокий коричневый оттенок, это тоже Colourpop, называется этот оттенок Manhattan Coffee Run. И я его буду наносить также и во внешний уголок глаза, и во внутренний, и также соединять дугой посередине, но только единственное, я буду наносить его несколько ниже, для того, чтобы предыдущий оттенок вместе с этим создал своего рода градиент. А теперь я возьму свою палетку от YSL, которая называется Couture Variation, у меня это 1 New, и я буду использовать ее исключительно из-за вот этих вот двух матовых коричневых оттенков, потому что, опять-таки, я считаю их нейтральными и идеально подходящими под этот макияж, но вы, конечно, можете использовать любые другие аналоги. И начну я с более светлого оттенка, и буду наносить его абсолютно по той же схеме, углублять складку и, в принципе, углублять просто насыщенность этого макияжа. Пока что на этом этапе абсолютно не важно, если вы будете слишком заходить на центр века, старайтесь, чтобы немножко он был открыт все-таки, то есть не прям с макияей рисовать, и в то же время не сильно переживайте на этом этапе, куда вы заходите вот во внешнем уголке глаза, потому что потом мы все равно все это подчистим, и из-за этого мы глаза делаем первыми. Пока просто сосредоточьтесь на том, чтобы растушевка была у вас красивая, плавная, без каких-то пятен. Сейчас я возьму кисть поменьше и буду наносить самый темный коричневый, который есть в этой палетке. Как видите, этот оттенок я наношу не растушевочной кистью, а больше так похлопывающими движениями для того, чтобы максимально затемнить именно подвижное веко. И для того, чтобы этот оттенок хорошо растушевался в складке с тем, что мы наносили до этого, возьмите ту же растушевочную кисть, на которой осталось немножко теней предыдущих, ничего нового не наносите и просто начните подтушевывать края. Таким образом вы не переборщите с этим самым темным оттенком и растушуете все эти оттенки между собой максимально гармонично. Но если все же где-то у вас образовалось более темное пятно, возьмите растушевочную кисть и предыдущий оттенок, который вы использовали, не самый темный, а именно предыдущий или даже может быть еще более светлый, нанесите его на эту растушевочную кисть немного, и в том месте, где вы видите вот это пятно, растушевываете очень деликатно, не нужно на кисть при этом надавливать, очень-очень легкими движениями, и через буквально несколько секунд вы должны заметить, что это пятно начинает уходить. На этом пока растушевку матовыми тенями давайте оставим в покое, вполне возможно, что мы к ней еще вернемся, а сейчас давайте приступать к самой веселой части, нанесению металликов и глиттера. Для создания такой белой металлической гаммы я буду использовать свою палетку от Makeup Revolution, которая называется Forever Flawless Decadent, и в ней есть вот такой вот белый металлический оттенок под названием Pearls. Я его набрала на плоскую кисть, несколько раз сбрызну фиксирующим спреем, и буду наносить на подвижное веко, как раз там, где у меня радужка. То есть для того, чтобы все получилось красиво и по центру, смотрите на себя в зеркало прямо, и вот как раз этот белый оттенок должен быть над радужкой вашего глаза. И как видите, наношу я его довольно высоко, даже немножко выше складки века, и когда я смотрю прямо, эта линия как будто даже продолжается выше за счет этого. Ваша задача сейчас нанести все вот так вот очень плотно, а после этого можно уже подтянуть края и растушевать это с матовыми тенями, которые уже нанесены на веко. С обеих сторон, естественно. И я еще немного набрала этого оттенка, и буду теперь еще немножко даже расширять эту зону, для того, чтобы создать тоже плавный переход. Но кисть я уже дополнительно не смачивала, поэтому прямо над радужкой у нас получается более насыщенный оттенок, хотя мы используем тот же оттенок. А переходит он уже в менее насыщенный, потому что невлажным способом я его наносила. Ну вот, по большому счету на этом вы можете остановиться, если дальше не хотите наносить глиттер. Но я пойду дальше и буду использовать еще одну палетку от Makeup Revolution. Это палетка исключительно вот таких вот кремовых глиттеров. Я буду использовать самый светлый, который называется Lavish, и наносить на центр века, используя вот эти тени как базу просто. Буду наносить пальцем и наслаивать просто до того момента, пока мне не понравится результат. Опять-таки этот глиттер я наношу не только на подвижное веко, но также и захожу и немножко выше. Ну и теперь мы можем с вами вернуться к этому металлическому оттенку и глиттер немножко подрастушевать, буквально совсем слегка. Если вы где-то заметили, что с глиттером вы зашли не туда, куда хотелось бы, лучше всего возьмите вот такой вот ёршик, и с помощью вот этого ёршика очень легко убираются блестки с тех мест, где вы их видеть не хотите. Ну а теперь с помощью ватного диска с мицеллярной водой очищу все, что у меня осыпалось под глазами. Какие-то упрямые частички глиттера можно также ёршиком снять. И теперь также с помощью ватного диска я сделаю более острым срез. И чтобы все не выглядело настолько жестким, еще несколько раз вот так вот растушую это место пальцем. Ну и так как это год крыски, мне хочется символично изобразить ее хвостик. Поэтому с помощью вот этой жидкой подводки от L'Oreal, которая называется Flash Cat Eye, мы с вами будем делать стрелки. Поверх глиттера наносить жидкую подводку это, конечно, непростая задача, но мне кажется, L'Oreal отлично с ней справился. И сейчас я хочу немножко подправить форму свою. В первую очередь я хочу вот здесь вот немножко снять растушевку для того, чтобы глаза были более вытянутые. Для этого я возьму корректор от Кулер Карамель, нанесу на такую пушистую синтетическую кисть, немножко сниму консилера на руке и потом нанесу его вот в эту зону для того, чтобы сделать ее более яркой. И таким образом, даже если вы где-то с тушевкой зашли не туда, куда хотели, может быть, переборщили, вот таким вот образом очень легко эту ситуацию потом исправить. И потом маленькой кистью, чтобы не было жестких границ, пройдусь по ним остатками теней. Самое время заняться нижним веком. И изначально, конечно, мне консилер нужно нанести в зону под глазами. Я буду использовать консилер от NYX Can't Stop Won't Stop. Это оттенок ванила. И я выбрала именно этот консилер, потому что он очень плотный, перекрывающий, а, естественно, с таким макияжем нужно, чтобы зона под глазами была идеальной. И, помимо всего прочего, он еще и очень стойкий. А нижнее веко я хочу закончить растушевкой тех же матовых оттенков, которые мы использовали на верхнем веке. И по очереди я также буду их наносить и создавать дымку на нижнем веке. На одну третью с внешней стороны добавлю тоже черный карандаш. У меня это Maybelline Tattoo Liner. Насыщенному макияжу глаз насыщенные ресницы. Сейчас я буду в первую очередь их красить с помощью своей любимой туши от Belor Design HD Podium Dimension. И потом наклею накладные ресницы от Doll Lash, и они называются Jilly. С глазами я закончила. И обратите тоже внимание, что ресницы я выбрала не вытянутые к внешним уголкам, а такие, которые повторяют форму этого макияжа. То есть они более длинные по центру. Ну а теперь мы с вами готовы переходить к лицу. Здесь я сильно сосредотачиваться на каждом шаге не буду, потому что все они очень простые и банальные. Я вам просто покажу, что я буду использовать. И в качестве тональной основы я буду использовать Catrice HD Liquid Coverage, и у меня это оттенок 010 Light Beige. И я не просто так выбрала эту тональную основу, мне очень нравится степень ее покрытия, мне нравится ее бархатный финиш, и мне нравится то, что она очень хорошо сглаживает лицо и делает его прям таким фарфоровым на вид. Ну и, конечно, что немаловажно будет в новогоднюю ночь, это опять-таки стойкость. Стойкость у этого тона тоже просто потрясающая. Теперь нам нужно вернуть рельефы лицу, и для этого я буду использовать вот эту скульптурирующую палетку от Essence, которая называется Contouring Duo Palette. У меня это оттенок номер 10 Lighter Skin, и я буду использовать оба эти оттенка, в принципе, по классике буду использовать на скулы, на лоб, на челюсть, немножко спущу на шею, а с помощью более светлого оттенка я растушую границы. Хайлайтер я буду использовать самый светлый и самый яркий, который у меня есть в коллекции, для того, чтобы повторить то, что я делала на глазах. Тоже мне хочется добавить вот этот белый металлический блеск, ну, в честь белой металлической крысы. Поэтому я буду использовать минеральный хайлайтер от Anneli в первом оттенке. Если вам нужен интенсивный glow, то лучше этого хайлайтера вам точно не найти. Для бровей я буду использовать свою самую любимую комбинацию последнего времени и это карандаш от The Balm Ferocious в оттенке Dark Brown и также гель для бровей Art Deco Brow Filler. Опять-таки, в этом шаге нет ничего особенного, просто заполняем брови и так как макияж глаз у нас очень насыщенный, бровям уделяем не меньше внимания. Ну, а губы я не хочу акцентировать, поэтому буду использовать нюдовую помаду. Сегодня конкретно я хочу воспользоваться помадой от Luxe Visage Glam Look Lip Cream Velvet оттенок 301. Ну, а на этом у меня все. Я очень надеюсь, что я вас вдохновила сделать нечто подобное на Новый Год. Если вам понравилось это видео и понравился этот макияж, не забудьте поставить мне палец вверх, а также подписаться на мой канал, если вы до сих пор еще не подписаны. Это можно легко сделать, нажав на округлую иконку вот здесь вот. И также YouTube сейчас предлагает вам посмотреть другие мои видео. Если вы их еще не смотрели, обязательно посмотрите, а если смотрели, то мы с вами встретимся в моем новом выпуске через несколько дней. Субтитры создавал DimaTorzok